А сейчас я попрошу моего друга Кобза рассказать сказку, сказку про волка. Кстати, волк у нас сегодня в гостях. Волчок, привет! Привет! Коббас расскажет нам сказку о том, как волк нашел себе друга. Итак, жил-был волк. Однажды он очень сильно проголодался и пошел искать себе пищу. Идет волк, идет. Долго шел. Вдруг смотрит озеро. А по воде плавают гуси, жирные такие. Волк думает, вот сейчас я вас и съем. Подкрался поближе и запел свою песню. У-у-у-у! Кушать вас хочу! А гуси не испугались. Гуси отплыли подальше и дразнят его. Га-га-га, 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 не поймаешь никогда. Волк разозлился и еще громче запел. Помогайте мне, ребята. У-у-у-у! Кушать вас хочу! А гуси отплыли еще дальше и опять его дразнят. Га-га-га, га-га-га, не поймаешь никогда. Волк разозлился. Плохо же быть голодным. А еще в животе у него музыка. Вот такая. Бр-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р. От голода. Но что делать? Не смог гусей поймать волк. Отправился волк дальше. Идет, идет, смотрит, стоит дерево. А на дереве птички сидят. Жирные такие. Волк думает, вот сейчас я вас и съем. И запел свою песенку Помогайте мне, ребята У-у-у, скушать вас хочу А птички не испугались Они еще выше взлетели и сели на самую макушку дерева И оттуда дразнят волка Ти-ти-ти, ти-ти-ти, от тебя мы улетим Волк разозлился в уще прежнего и запел У-у-у, скушать вас хочу Но птички не испугались Они замахали крылышками Покажите, вот так вот замахали, замахали И улетели прочь Волк остался один со своей музыкой в животе Бррр, ну-ка помогайте мне Бррр, вот такая музыка в животе у волка Бррр, ну что ж, плохо быть голодным Отправился волк дальше Идет, 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 смотрит лес. Зашел в лес волк, а в лесу много деревьев. И за каждым деревом зайчики прячутся. Волк думает, вот кого я сейчас съем. Жирненькие они такие, эти зайчики. И запел свою песню. Помогайте мне, ребята. У-у-у, скуш, отрался, чу-у-у. А зайчики не испугались. Они стали бить лапками по стволам деревьев. Вот так вот. И приговаривать. Трам-там-тарарам, не поймать нас волкам. Ну-ка, давайте попробуем вместе, ребята. По коленочкам постучим. Трам-там-тарарам, не поймать нас волкам. Подпрыгнули и прочь убежали. Ну-ка, покажите, как зайчики бегают. Вот так зайчики бегают. А волк остался опять один. И запел еще громче от злости. У-у-у, кушать я хочу. А музыка в животе все звучит. Бр-р-р-р-р. Кушать очень хочет волк. Но что же делать? Плохо быть голодным. Задумался волк. И вдруг слышит шаги. Ребята, как вы думаете, кто это идет? Не догадываетесь? А я вам подскажу. Вы все смотрели такой мультик, где есть такой эпизод? Кашу, 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 кашу. Правильно, Маша и Медведь. Там Мишка варил кашу в кастрюле. А Маша не дождалась и уснула. Так вот, наш Мишка сварил целую кастрюлю каши и принес нашему волку. Накормил его. Вот, волк наелся, и у него уже в животе такая музыка не звучала. Бр-р-р-р. Не было у него такой музыки. Но волк запел уже, конечно, другую песенку. Он запел так. Бр-р-р-р. Кушать не хочу. Все, он сыт. А помог ему, кто, ребята? Его друг Мишка. Видите, как здорово иметь друзей. Друзья всегда приходят на помощь. А вы, ребята, кашу кушаете по утрам, которую вам мама готовит? Правильно, кашку нужно кушать. Тогда вы будете сильными и здоровыми. Ну, а мы скажем спасибо нашему Мишке. Давайте ему похлопаем. Молодец, Мишка. Молодец, волк. Ты теперь не кушай гузей, птичек и зайчиков. Кушай кашу, которую будет готовить Мишка. Да здравствует дружба, ребята. Помогайте друг другу во всем.